Уважаемые коллеги, тема нашей сегодняшней конференции «Современный подход к лечению бронхообструктивного синдрома у детей». Лекцию будет проводить заведующий Кафедрик Педератии факультета после дипломного образования Шарипов Рустам Хайкович. Как известно, бронхообструктивный синдром является обычно комплексом симптомов. В частности, сюда входит приступообразный кашель, экспираторная одышка и приступы у души. Как известно, это как раз именно и состояние вызывает существенное ухудшение общего состояния детей и является основной причиной обращения родителей к педиатру на участки. Актуальность заключается в том, что каждый четвертый ребенок переносит бронхообструктивный синдром до 6-летнего возраста. При этом более чем у половины бронхообструкции имеют повторные или рессидирующие течения. У детей раннего возраста бронхообструктивная астма является труднодиагностированной и протекает под диагнозом рессидирующего бронхообструктивного синдрома в 30-50% случаев. Отсюда вывод, что обычно детям первого года жизни мы максимально стараемся не ставить диагноз бронхообструктивной астмы. Тогда как у других стран, если в течение первого года жизни отмечается минимум два приступа бронхообструктивной астмы, тогда они уже ставят диагноз бронхообструктивной астмы. Бронхообструктивный синдром подразделяется по причинам развития. Как известно, основной причиной являются инфекции, особенно остреиспиаторная вирусная инфекция. Может быть бронхит, но, как мы знаем, в большей части бронхит возникает как осложнение, опять-таки, вирусной инфекции. Довольно-таки тяжелое осложнение, как бронхиолит. Обратите внимание, что это проявление в большей части осмедленностых детей первых двух лет жизни протекает очень тяжело и особенно у детей первых двух лет жизни. Особенно первых шести месяцев жизни. Притом обратите внимание, что отмечается наличие в бронхиолах густой мокроты. Несмотря на максимальные усилия детей, выводить эту мокроту они не состоят. Следующим причинным фактором является аллергический. То есть это может быть бронхиарная астма, экзогенный аллергический альвеолит. Кроме того, абтурационный. Притом надо будет обращать внимание, что это состояние отмечается у детей довольно-таки часто. То есть инородное тело дыхательных путей. Кроме того, гемодинамический. А подличность течения, она бывает как острая, если она длится в течение до 10 дней. Затяжное течение, когда более 10 дней. Ресидивирующая, как вы знаете, она после определенного периода повторяется. А тяжелая довольно-таки, это непрерывно. Ресидивирующая, которая существенно ухудшает рост и развитие таких детей. А по выраженности абструкции бывают легкие степени, средне-тяжелые, тяжелые и скрытая бронхоабструкция. А вот именно скрытая бронхоабструкция не всегда своевременно диагностируется. А вы можете себе представить, что вот эта бронхоабструкция, которая в основном протекается дыхательной недостаточностью, особенно кислородной недостаточности существенно, повлияет на что? На рост и развитие детей. Не только в физическом развитии, но и дети остаются еще в умственном развитии. Фенотипами бронхоабструкции является транзиторная абструкция, когда абструкция лечится в течение первого года жизни. Персистирующая, обычно в течение первых шести лет жизни. Вот именно при персистирующей отмечается очень высокий риск развития бронхоарной астмы. Абструкция с поздним началом, после трех лет. Когда мы разбирали атопический дерматит, говорили о том, что по мере роста и развития детей, особенно после годовалого возраста, а чаще всего после трех лет, по мере появления респираторной абструкции, респираторной аллергии, проявление атопического дерматита начинает стихать. Некоторые родители думают о том, что они своевременно оказали помощь своим детям. Нет, однако, вот как вы сами понимаете, если бы процесс перешел на дыхательные пути, оно может быть протекать значительно тяжелее с соответствующими осложнениями. Кроме того, неважное важное значение имеет именно то, что если у детей абструкция после трех лет, можно выделить как атопическое и как неатопическое. Бронхиальная астма обычно протекает, бронхиальная абструкция обычно протекает в виде острой абструкции, но она обусловлена непосредственно спазмом в гладкую дистилатуру бронхов. Но она раз протекает остро, возникает остро в таких случаях от тактики врача, то есть от своевременной назначения бета-2 адреноменчиков, зависит успех лечения. Но отсюда параллельно надо будет сказать о том, что если родители своевременно обратятся к врачу, тогда от оказанной помощи будет очень хороший эффект. В большинстве случаев они обращаются в подострые абструкции, когда наряду с спазмом уже отмечается отек слизистой оболочки боли. Как вы знаете, в таких случаях спазм можно снять бронхов-2 адреноменчиком, но однако отек, как вы знаете, так быстро снять невозможно. А при том, в таких случаях уже требуется даже назначение ингаляционных глюкокартикостероидов. Хроническая абструкция, когда отмечается закупорка бронхов, преимущество терминальных отделов вязки мокротой. А как вы знаете, развязка мокрота, это еще больше ухудшает состояние детей, почему? Потому что частый кашель способствует к тому, что несмотря на усилия детей, дети не могут своевременно отделить густую мокроту. Кроме того, бывает еще и необратимое склеротическое, когда вследствие развития склеротических изменений в стенке бронхов при длительном и тяжелом течении заболевания. В таких случаях именно, как вы знаете, требуется, может быть, даже и назначение в соответствующей терапии со стороны хирурга. По патагоническим механизмам они обычно бывают функциональные, то есть обратимые и необратимые. Необратимые обычно как раз это, как мы уже отметили, когда врожденные стенозы или оператор бронхов, в таких случаях требуется обычно помощь кого? Омощь хирурга. Кроме того, надо будет обращать внимание на то, что при функциональной, то есть обратимой, в таких случаях отмечается бронхоспазм, это начало процесса, воспалительная фильтрация, а когда отмечается макосилиарная бедостаточность на фоне гиперсекции с вязкой мокротой, выделить эту мокроту не всегда детям удается. Какие же причины бронхоабсуритивного синдрома у детей? Чаще всего это острый абсуритивный бронхит. Хотя как такого этого диагноза нет, но обычно этим самым говорят о состоянии детей, тогда бронхоабсуритивная астма уже, как говорится, является по десятой международной классификации болезни, это нозологическая единица. Кроме того, может быть острый бронхоабсурит, как мы уже отметили, довольно-таки грозное состояние, рессидивирующий бронхит, очагового понимания, обострение хронического бронхидии, или самая тяжелая – это бронхоабсуритивная астма. Как мы знаем, бронхиан для обструкции плюс респираторной инфекции встречается чаще всего. Вирусные инфекции респираторного тракта часто сочетаются с обструкцией дыхательных путей. По крайней мере, 20% детей имеют один или еще хуже, более эпизодов инфекции дыхательных путей с обструкцией в течение первого года жизни. Как мы уже ответили, можно себе представить, что в таких случаях, особенно маленький ребенок, механизм компенсации в таких случаях довольно-таки очень слабый и, естественно, заболевание протекает значительно тяжелее. Бронхиальная астма – это уже воспалительное заболевание с тяжелым осложнением. Это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, в которых участвуют многие клетки. Причем хроническое воспаление обусловлено развитие бронхиальной гиперреактивности, которая приводит к повторяющимся эпизодам свистящих хлипов. Дети более старшего возраста жалуются на заложенность в груди и кашля, особенно по ночам или ранним утрам. Эти эпизоды обычно связаны с распространенной, изменяющейся по своей выраженности, обструкцией дыхательных путей в легке. Эти эпизоды часто бывают обратимы, либо спонтанны, либо под действием лечения. Поэтому от своевременного лечения зависит как раз состояние детей. Если рассмотреть этап развития бронхиальной абсорбции, в первую очередь мы должны обращать внимание, как вы уже отметили, на этиологические факторы. То есть, обычно инфекция, как и врач, больше всего, или аллергия является причиной развития абсорбционного синдрома. Если проводить соответствующее объяснительное мероприятие родителям, то есть, другими словами, если провести профилактику этого состояния, тогда воспаление не возникает. Если не возникает воспаление, тогда и не будет симптомов. Но если нет симптомов, значит нет заболевания, и родители не будут обращаться к врачу участковому. Почему? Потому что сам детей не вызывает никакой тревоги. Поэтому, конечно, наша задача основная – предупредить развитие этого состояния. Хотя бы в начале процесса своевременно оказать помощь. Особенно, как мы уже отметили, если, например, в начальном процессе, это только бронхоспазм, назначение БТО-2 адреномометиков оказывает соответствующую помощь. Ну а более далеко за счастливых случаях, тогда уже требуется назначение не только одного, а нескольких препаратов, а и даже иногда при очень тяжелом состоянии приходится назначать системную бронхо... на назначение системных глюкокартикостероидных препаратов. Вот здесь вот как раз вы видите схему развития бронхоананструкции. Но основа основ составляет воспалительный каскад. Вот именно поэтому в последнее время большое внимание уделяется именно механизму возникновения симптомов. То есть, в первую очередь, как раз мы уже отметили, что под действием возбудителей, то есть это может быть инфекция, вирусы, бактерии, аллергены. Активизируется фосфолипаза, активизируются и ресепторы. То есть, под действием ликотреинов, простагландинов, отмечается отек слизистой, гиперсекреция слизи и бронхоспазм. Результат отмечается как кролическое проявление, как основные жалобы со стороны родителей. Это приступообразный кашель, экспираторная дышка, приступы удушья. Принципами терапии синдрома находятся абстракции являются следующие. Первое – это препараты неотложной помощи, то есть для объективных симптомов. Ну, как мы знаем, здесь сталатинстатартом является назначение салбутамола. Следующее – это поддерживающая, то есть противовоспалительная, противовирусная, иммуномоделирующая терапия. Немаловажное значение имеет соблюдение диеты, потому что мы сказали о том, что аллергия является тоже механизмом развития бронхоабструкции. На что надо будет обращать внимание? При том, наша просьба обязательно надо будет говорить родителям о том, что надо будет обязательно исключить нутриенты аллергической активности. Вот здесь вот как раз на слайде они указаны, то есть это может быть как продукты питания, особенно продукты, имеющие красный цвет, это орехи. Кроме того, орехи, семечки и бобовые, вот как мы уже давно знаем, это яйца, мед, шоколад. Кроме того, крепкие бульоны, чеснок, горчицы и так далее. Все это вот как раз указано на слайде. Притом я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на то, что жвачки, на что родители в большинстве случаев не обращают внимания, а в последнее время активно даже очень маленькие дети, родители не зная или не понимая о том, что существенно влияют на иммунную стацию детей, дают жвачки. Вот. Ну, какие-то дети выплевывают. Но согласитесь, в большинстве случаев маленький ребенок обычно заглатывает. И какие последствия могут быть вам известны. А поддерживающая терапия, когда мы сказали о том, что здесь происходит конкретный уже оттек дыхательных путей, придется назначать глюкортистоидные препараты. Это может быть декламитазон, бодисонит, плитикозонопропионат, особенно в виде неба, который называется немушлюзона. Инграционный бета-2 агонисты длительного действия. Сочетание инграционных глюкортистероидов и длительно действующих бронхоилетаторов. Теофилины и в последнее время активно используются антибекатрииновые препараты. Ну, конечно, для нас, когда привозят детей в тяжелом состоянии, наиболее важным моментом является это средство неотложной помощи. Как инграционный бета-2 агонисты в устроенных действий. Это, конечно, салутамол. А в небулах выпускается небутамол. Кроме того, бывают термоталиф, фенотирол и другие препараты. Это вот как раз препараты выбора для купированного бронхоспазма при обострении бронхоиальной астмы. Вот здесь конкретно указана схема оказания помощи детям с бронхоабструктивным синдромом в зависимости от степени тяжести при обострении. То есть при средне-тяжелой форме какие мероприятия надо будет проводить. А если ребенок поступает в тяжелом состоянии, тогда вот как раз указано о том, какие препараты очередно надо будет использовать. А если по мере оказания помощи состояние ребенка не улучшается при средне-тяжелой, тогда уже вы будете проводить тактику как при тяжелом состоянии. То есть будет ли суспензия с албутамолом или небутамолом в виде ингаляции или фенотирол. Обязательно надо будет назначать ипротропия барамид. Параллельно назначаем амбраксол, так как мы уже отметили, что при тяжелом состоянии отмечается густая мокрота дыхательных путей. Если даже тяжелым детям, несмотря на это, эффективность не так проявляется, тогда уже может быть даже и следует назначать, что системная улика картикостероида в виде внутреннического или внутреннего введения. Для лечения бронхообструктивного синдрома важное значение имеется ингаляционная терапия. То есть, как мы знаем, имеется препарат и достаточное устройство. Если хороший препарат, однако достаточное устройство не оптимальное, тогда, конечно, мы не можем видеть хороший эффект. А когда параллельно с хорошим препаратом будет очень хорошее доставочное устройство, тогда вот это как раз существенно влияет на эффективность лечения. Поэтому наша задача сегодня еще и состоит в том, что какие же достаточные устройства имеются и как с ними надо будет работать в процессе нашей манипуляции. В частности, обратите внимание, что среди видов ингаляционных средств выделяют следующее. Это дозирующие аэрозорные ингаляторы. То есть, как мы обычно привыкли, это баллонные спреи. Дозирующие порошковые ингаляторы. И, наконец, небулайзеры. Небулайзеры бывают конгрессионные и ультразвуковые. Следует отметить, что дозирующие ингаляционные препараты имеют следующие недостатки. Во-первых, 30% взрослых и 90% детей чувствуют определенные трудности при пользовании дозированным аэрозорным ингалятором. Связано с проблемой синхронизации нажатия на баллон и соответствующим дыхательным маневром. Согласитесь, сначала надо на фоне, в конце выдоха нажать на баллон, потом надо глубоко дышать, еще форсировать дыхание. Не всегда взрослые пациенты могут это использовать. Ну а если разговор будет идти о детях младшего возраста, тогда, конечно, эффективность соответствующего метода лечения будет минимальной. Вот именно поэтому нарушение техники применения, кроме того, дозирующий ингалятор способствует увеличению времени орофарингеальной экспозиции с лекарством. То есть лекарства оседаются в полости рта или в глотке. То есть они не доставляются до очага воспаления. Но отсюда и не будет эффект. Кроме того, наличие в составе газопропилента сопряжено с развитием опноэ. Часто у детей. Но не секрет, что некоторые родители иногда берут дозирующий ингалятор, и они начинают всплескать перед носом детей. Согласите, именно наличие вот этого пропилента способствует тому, что у детей обязательно отмечается опноэ, они не дышат. Абструкция еще будет хуже. Вот именно поэтому правильно поменяют ингаляцию 22% взрослых и 20% детей. А что такое небулайзер? Небулайзер – это современное устройство. Для ингаляционной терапии. Основным действием, которое есть, является преобразование жидких форм лекарственных препаратов в мелкодисперсный аэрозоль с определенным характеристем с помощью сжатого воздуха или ультразвука. Как мы уже отметили, бывают компрессорные, то есть это в которых генерация аэрозоля осуществляется сжатым воздухом, и ультразвуковые, в которых распределение осуществляется в результате высокочастотной выбраски пезоэлектрических кристаллов. Недостатки и преимущества ультразвуковых небулайзеров. Преимущество в том, что продукция аэрозоля у ультразвуковых небулайзеров простится бесшумно. Ну и эффект тоже возникает довольно-таки быстро. Однако, есть серая группа недостаточных, в частности, не применяется для осуществления суспензии лекарственных средств, например, бодисанидор, а это важный препарат для оказания помощи, или флютикозонопротеонат. Кроме того, невозможно использовать антибиотики, муколитики, декосан, который является препаратом профилактики этих состояний, повышение температуры лекарственных растворов во время небулайзации и возможность разрушения структуры лекарственных препаратов. Поэтому не будет никакого эффекта. Кроме того, при распилении гормонов и антибиотиков уменьшает их эффективность. И, как правило, больший остаточный объем. Вот поэтому, если мы будем разбирать респирательную фракцию, например, респирательная фракция при использовании дозированного аэрозоля, ингалятор составляет около 40%. Тогда как респирательная фракция при использовании небулайзера, она доходит почти до 70%. Почему нам это надо будет ждать? Потому что распределение частиц аэрозоля конкретно зависит от размера. Вот, например, если размер частиц будет в пределах от 5 до 10 микронов, тогда они обычно осветают верхние дыхательные пути. А какой смысл? Эффекта не будет. Если нижние дыхательные пути, если мы хотим, чтобы они попали в бронхи и баранхиолы, размер аэрозоля должно быть от 1 до 5. Ну, а если в алгоеолы, тогда менее 1 микрона. Вот именно в таких лютях мы можем получить соответствующий эффект. Ну, если мы останавливаемся на выбор ингаляторсольных средств у детей, вот, например, детям до 3 лет, например, если мы используем дозированный аэрозольный ингалятор, необходим еще и спейсер, и маска. Тогда как альтернатива? Не вылазили маску. Знаете, как просто. Кроме того, если детям старше 3 лет, уже можно использовать дозированный аэрозольный ингалятор, плюс спейсер, плюс еще загубки. А тем более мы говорим о том, что правильно управлять ингаляцию. Дозированная ингаляция только 20% детей. А вот когда используем небулайзер, во-первых, это очень удобно, и при этом используется только маска, в зависимости от того, какой ребенок что предпочтет. Или же небулайзер плюс загубки. Вот как раз надо будет нам остановиться на предпочтении небулайзера. Во-первых, дети младший возраст, они вот как раз как дышали, так и будут дышать. Поэтому для них не вызывает никакой трудности. Тяжелое состояние, то есть отсутствие эффективного вдоха. Тогда как если ребенок будет получать ингуляцию через небулайзер, лекарственный фрестор, доставляется аппаратом на отчак воспаления. Кроме того, невозможность координации вдоха и нажатия на баллончик дозированного аэрозольного ингалятора. А тем более, представьте себе, что если ребенок в тяжелом состоянии. Кроме того, преимущество небулайзерной терапии является, когда препарат поступает непосредственно в дыхательную систему, как мы уже отметили. Кроме того, частицы, довольно-таки до 70%, менее 5%. Кроме того, лекарственные вещества в форме аэрозоли имеют больший терапевтический индекс. Можно использовать различные формы лекарств, быстрый лечебный эффект, практически отсутствует побочных эффектов системного характера. Тогда как вы знаете о том, что родители, когда назначают врачей системные глюкокартикостероиды, какова будет их реакция. Но они правильно поступают. Зачем назначать системный глюкокартикостероидный препарат, когда при не таком уж тяжелом состоянии можно получить очень хороший эффект при использовании небулайзера. Кроме того, возможно, одновременно использовать и ингаляцию кислорода. Вот именно поэтому является небулайзер единственным средством доставки лекарственных препаратов в альвеолу. Но здесь мы говорим о том, что стандартным оснащением кабинета врача-пламолога обязательно хотя бы, чтобы был один небулайзер. Ну а если будет в отделении, вот как раз отделение пламмолога, хотя бы на 5 коек один небулайзер. Ну вот из разной формы небулайзеров, вы видите здесь компрессорный небулайзер для профессионального домашнего использования. Поэтому я думаю, что если каждый врач будет иметь свой этот аппарат, это будет оптимально, особенно когда, тем более мы знаем, что у детей в принципе возникает ночью, а когда они будут обращаться к вам и вы не можете оказать помощь, конечно, это будет не совсем простительно с нашей стороны. Ну вот, например, кроме того, используют вот юлайзер first aid, это как раз ультразвуковой переносной небулайзер, или pro, это небулайзер для профессионального использования в клинике. Кроме того, вот видите, здесь что во всех отраслях можно будет использовать. Но самое главное, еще надо будет обращаться внимание на то, что в Узбекистане появились не только доступные небулайзеры, но и препараты. Как мы знаем, небулайзер является базичной терапией про бронхальную астму и хроническое абсурсивное заболевание лёгких. Небулайзер – это международное химическое название в литкозонах пропианатами. На вещи ингаляционных глюкартических стероидов. Притом, надо сказать о том, что небулайзер входит в препараты в перечень жизненно важных препаратов. И самое главное, включен во все международные стандарты, в частности, джина и гол. Небулайзер – это базисная терапия, то есть имеет наибольший афферент к глюкартический стероидным рецепторам. Если сравнить с бутинцоводидом, то он превосходит в два раза. Кроме того, если сравнить характеристики ингаляционных глюкартических стероидов, обратите внимание, что превосходит, конечно, флитикозон. В чем? Например, мягкая активность самая высокая. Если она сравнима с бутинцонидом, тогда как системная доступна, в 10 раз меньше, чем бутинцонидом. Период полужизни плазмы составляет 17 часов, поэтому применение как раз один-два раза в сутки. Форма выпуска – это одноразовые контейнеры по 2 мл. Упаковки 10 в суток. В небуле 2 мг. флитикозоны. То есть в 1 мл 1 мг. Очень удобно для использования. Начальное действие проявляется в течение первых суток, а максимальный эффект обычно наступает на 4-7 дни заболевания. А потом постепенно можно будет дозу уменьшать. Показание – это когда взрослые и дети старше 19-16 лет. Это профиидическое применение при тяжелой степени вархиальной астмы, при лечении обострения. В частности, дозируется по 2 мг дважды в день. То есть по 2 мл дважды в день. А детям с 4 лет до 16 лет лечение обострения астмы. Дозировка 1 мг дважды в день. То есть по 1 мл два раза в день. После 7 дней, когда состояние ребенка начинает улучшаться, дозу можно будет постепенно индивидуализировать. Применять небуфлязон с помощью ультразвуковых небулайзеров не рекомендуется. Когда желательно применять малые объемы суспензии или обеспечить доставку препарата в течение длительного времени, небуфлязон необходимо развести что? Физиологическим раствором колорида натрия, но самое главное, непосредственно перед ингаляцией. А вот стандартом неотложной помощи является применение адреномометиков короткого действия. В частности, небутамол. Санбутамол раствор для ингаляции 2 мг в 2 мл в одноразовых контейнерах. То есть, если 2 мг в 2 мл, 1 мг в 1 мл. Для расчета очень удобно. Небутамол, то есть, это и есть санбутамол в небулах, входит в состав во все международные стандарты оказания помощи пациентов с бронхиальной астмой и хроническим абсурдным заболеванием лёгки. Но это и является препаратом выбора скорой помощи, то есть, золотым стандартом бронхолитика. Вот здесь, если мы будем обращать внимание на надежность, вот, он, во-первых, самое главное обращать внимание, что безопасен не только для взрослых, но особенно для детей. И самое главное, он селективный препарат. Что это значит? То есть, он активно, очень быстро снимает спазм бронхо в течение 2-3 минут благодаря тому, что он действует непосредственно на именно бронхиальную систему, на другие органы и система не влияет. Поэтому, если сравнить нибутамол с осмопентом, видите, 1-375, это нибутамол, тогда как осмопент всего лишь единица. Вот здесь вот как раз конкретно об этом тоже еще говорится о том, что степень селективности именно салбутамоля является наиболее высоким. Оказание к применению нибутамола это предотвращение быстрое снятие бронхоспазма бронхо-настры, обструкции дыхательных путей тоже можно будет использовать при острово-эффективном бронхиете, синодезирующем ларинго-трахиете. Когда проводится функциональная проба на обративность обструкции, ну, с другими словами, еще вы можете определить, насколько эффективен этот препарат при проведении соответствующих функциональных исследований, особенно когда, например, вы проводите компьютерную спирографию. Следует учитывая тот факт, что площадь бета-2-адренорецепторов повышается по мере уменьшения диаметра брока, в связи с тем важное значение для эффективности терапии имеет применение методов обеспечить доставку аэроссора в терминальные отделы бронхиального дерева. Поэтому наиболее эффективным методом является демалазерная терапия, причем, потому что, как мы уже сказали, образуются частицы размером менее 5, и вот, как раз они попадают в лачар воспаление. А общие принципы дозирования являются, чем тяжелее приступ, тем больше дозы бета-2-адренорецепторов надо будет назначать. При том, надо обязательно нам помнить о том, что дозу необходимо наращивать постепенно, необходимо наблюдать за проявлениями побочных эффектов. Но обычно первая доза является 0,1 мг на килограмм. Чтобы было нам проще, раз 0,1 мг на килограмм, то есть 0,1 мл на килограмм, потому что мы знаем о том, что в 1 мл 1 мг, но не более 5 мг одномоментно. Но при 2-3 проведении эмболизации вы можете давать дозу 50% от общего объема. Далее ориентируется как раз на пиковую скорость выдоха через каждые 6 часов половина от первой дозы. Допустим повторной ингаляции через каждые 6 часов. То здесь как раз мы показываем схему лечения нибутамола, как мы уже отметили, если ребенок весит 10 кг, а мы ему назначаем из расчета 0,1 мл, то есть 0,1 мг, получается 1 мл, 15 кг, 1,5 мл и так далее. Если объем нибутамола в нибулайзерной камере составляет менее 4 мл, я бы хотел, чтобы вы это запомнили, то необходимо содержимое нибулайзерной камеры развести в 2 мл стерильного 0,9% изотетонического раствора хлорида натрия. Одноразовые контейнеры физраствора тоже имеются точно так же по 2 мл упаковки по 10 штук. Для избежания контоминации и профлакции и инфекции необходимо использовать индивидуальные комплектующие. Вот как раз здесь перечислены комплектующие. Притом надо будет обращать внимание, что обычно бывают маски детские и для взрослых. Применение иммунальзерной терапии позволит во-первых быстро купировать, а тем быстрее вы купируете абсургтивный синдром, во-первых, вы окажете помощь ребенку. Вы сами получаете душевное спокойствие, а родители будут очень довольны вазы. Значение снижает потребность госпитализации, но если состояние быстро улучшается, тогда обычно что, не всегда можно будет даже госпитализировать, а если госпитализируете, срок госпитализации существенно снижается. И самое важное, это минимализировать негативные действия лекарственных средств. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас.